Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Сперва о важном. На минувшей неделе в Думе кипели страсти по тарифам, назовем это так. В центре внимания оказались два вопроса – о воде и об общественном транспорте. Начнем с последнего. Ветеранские организации выступили против повышения цены на проезд в автобусах. Напомню, 10 октября городская администрация предложила увеличить тариф с нынешних 18 до 27 рублей. По словам чиновников, это позволит сократить нагрузку на бюджет Сарова, который ежегодно субсидирует «Горавтотранс» на восьмизначные суммы. Впервые инициативу рассмотрели на Комитете Городской Думы по экономике и хозяйству. Тогда депутаты не стали спешить с решением и договорились вернуться к вопросу повышения стоимости проезда позже, но уже с участием общественности. Первыми свою позицию озвучили представители ветеранских организаций. Что они думают о повышении тарифов, узнали мои коллеги. 27 вместо 18. Столь резкое повышение цен на проезд может и выгодно для бюджета города, но не для жителей. Чтобы разобраться с этим вопросом, народные избранники решили пригласить на заседание Комитета тех, кто чаще всего пользуется автобусами, представители ветеранских движений и выслушали их мнение. Где бы я ни обсуждал, так и как и вы. Тариф будет повыше. Это мы проходили не раз и не нужно играть в игрушки. Хотим мы, не хотим. Тариф будет повышен. Ухудшают положение те, кто получает действительно меньше или чуть побольше 2800. Это подрывает авторитет нашей администрации, которая и так-то не имеет особого авторитета. Ветераны города напомнили присутствующим, что в этом году Саровчан может ожидать и повышение тарифов на услуги ЖКХ. К тому же, некоторые категории пенсионеров уже лишились части льгот. Повышение цен на проезд в автобусе может сильно ударить по кошелькам бабушек и дедушек. Чтобы этого не произошло, представители ветеранских организаций пришли к народным избранникам с конкретным предложением. Тарифы я даже не хочу обсуждать. Вы на Думе единогласно проголосуете и нет вопроса. Администрация, что предложит, вы будете, зато будете голосовать. Я ставлю вопрос еще раз о социальной защите нерабочих пенсионеров. Обеспечить при повышении тарифов всем нерабочим пенсионерам бесплатный проект в городе. Увеличение тарифа на муниципальных маршрутах может повлечь за собой и рост стоимости у частных перевозчиков. И прежде чем говорить о повышении цен, следует обратить внимание на качество перевозок. И пересмотреть маршрутную сеть МУП Горфтотранса, считают ветераны. Нужно это 40 минут. Подмосферки тоже. Ни надписи, какой это автобус, прочее. Сейчас говорят на сайте, там есть все расписания. С сайтом должен ходить. Ни на одной остановке ничего не написано. Безобразная организация. Безобразные. Автобусы ходят, как из грязи вылезли. Грязные. Все какие-то обшарпанные. Обсуждение этого вопроса вновь решили продолжить. На следующее заседание пригласить представителей администрации и МУП Горфтотранса, чтобы получить у них ответы на все интересующие вопросы. А теперь о воде. Канал 16 уже рассказывал о том, что ситуация с водоснабжением в Сарове требует решения. А оставлять все так, как есть, и дальше нельзя. С изношенными коммуникациями, качеством воды и хроническими убытками надо что-то делать. Решения, как обычно, несколько. От самых болезненных, но эффективных, до дежурных, которые помогут сгладить острые углы, но не решат проблем. На минувшей неделе тему воды в Сарове в очередной раз обсудили народные избранники. Удалось ли им прийти к единому решению, расскажут наши корреспонденты. 60 рублей за кубометр холодной воды – реальная цена в случае концессии Горводоканала. Цифра, безусловно, пугающая. Поэтому прежде чем принять окончательное решение о дальнейшей судьбе МУПа, депутаты углубились в обсуждение темы. В том, что все объекты Горводоканала нуждаются в полной модернизации, никто не сомневается. И то, что на это нужны огромные средства, тоже не обсуждается. Вопрос в том, где найти эти деньги. В поисках ответа на него народные избранники выясняли, насколько велики потери поднятой воды на пути к потребителю. Технологические потери – это болезнь всех водоканалов, у всех нормативах. Мы где-то в нормативах до 17 процентов – это хорошие показатели, как нам говорят. Есть потери до 80 процентов, до 60, простите, до 60, я оговорился. Потери происходят при авариях, при прорывах. Если авария пятисотка рванет, представляете, сколько в пятисотке? Озеро. Озеро. Пока мы доедем, пока нам сообщат, пока мы об этом узнаем, пока мы перекроем, все это тоже не быстро. 18 процентов технологических потерь – это в рамках нормативов, заверил Сергей Репин. Продолжает предприятие и работу по выявлению незаконных подключений к сети. Было выявлено порядка 100 незаконных подключений, но из них где-то около половины. Сейчас заключили договора, часть мы перекрыли воду, часть выдали технические условия в работе. То есть работа серьезно велась. 113 миллионов – размер задолженности управляющих компаний перед горводоканалом. Эти средства пытаются вернуть через суды и заключение дополнительных соглашений. И все-таки финансов на реконструкцию сетей предприятия катастрофически не хватает. Действующий тариф на воду – порядка 20 рублей – позволяет лишь поддерживать объекты в более-менее рабочем состоянии. Месяц назад компания «АТЭК» подготовила проект концессионного соглашения в отношении горводоканалом. Суть его проста. «АТЭК» вкладывает в модернизацию МУПа около 2,7 миллиардов рублей. За пять лет приводит все сети в порядок, гарантирует высокое качество предоставляемых услуг и в течение 15 лет возвращает вложенные средства. Обследовав техническое состояние сетей горводоканала, специалисты пришли к выводу, что эта схема нуждается в корректировке. Считаю не совсем целесообразным срок значительных капитальных вложений ограничить ресурсом 5 лет. Мы должны выйти на сменность сетей, то есть с учетом их длительности, хотя бы на длину всей концессии 15 лет сделать. Чтобы у вас не было необходимости, у ваших потомок не было необходимости, через 30 лет разом искать такую же сумму, а может быть кратно больше, чтобы также единомоментно заменять все изношенные оборудования. Учитывая это замечание, а также то, что из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений в Сарове в 2019-2021 годах будет выделено более 130 миллионов рублей, депутаты отложили решение о заключении концессионного соглашения, но полностью не отвергли его возможность. Концессия всего лишь инструмент. Тот или иной. Инструментов может быть много. То есть решать вопрос водоканала все равно надо. То есть если другого инструмента, кроме концессии, нет, будем идти на концессию. Если найдем другие решения, давайте... Нет, концессия очень удобный инструмент. Народные избранники создали рабочую группу, члены которой более детально изучат состояние и перспективы развития горводоканала. И только после этого вернутся к обсуждению возможности заключения концессионного соглашения. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. 19 октября в Сарове открыли КПП номер 4. Новый пропускной пункт позволит значительно разгрузить транспортную развязку в северном направлении. Особенно в летний период, когда саровчения активно выезжают за пределы города. Новый КПП оборудован 10 досмотрными площадками для автомобилей и 6 проходами для пешеходов. По предварительным оценкам он сможет пропускать до 200 машин в час. Для того, чтобы заработало новое северное направление на Нижний Новгород, не хватало только полноценно функционирующего контрольно-пропускного пункта. 203-я дорога и трасса Саров-Кременки сданы. Оставалось лишь укомплектовать штат комендатуры КПП. Все официальные процедуры соблюдены и новый КПП начал свою работу. Планируется, что к 2020 году путь из Сарова до Нижнего Новгорода сократится на 20 километров. Немаловажные функции нового контрольно-пропускного пункта – это разгрузка уже имеющегося направления через третий КПП. В скором будущем дорога будет оснащена системой видеонаблюдения. Произойдет это после того, как новая дорога появится в системе ГЛОНАСС. Установят также знаки и таблички с наименованием города. Мало того, там еще заложены деньги на ремонт дороги от Суворова до Кошелихи. Это еще будет продолжаться ремонт. На следующий год деньги запланированы. В честь такого важного для города события был организован автопробег по направлению Саров-Глухово. Его участникам посчастливилось первыми проехать через четвертый КПП и по новой дороге отправиться в Глухово. К слову, благодаря открытию нового направления время в пути значительно сократилось. Теперь до Глухово саровчане будут добираться не больше, чем за 20 минут. Если мы поедем сейчас через Кошелиху и Глухово, уже по готовой трассе, это минус 6 километров. А если мы поедем, надеемся, мы договорились с правительством, что они в ближайшее время включат ремонт дороги через Суворова, там будет еще минус 6 километров. Поэтому область идет навстречу. Большое внимание сейчас уделяется именно строительству периферийных дорог областных. Пунктом назначения автопробега стала Глуховская средняя школа. Там активисты молодежного совета при главе города провели атомный квест. Школьники приняли участие в игре по станциям. Ее организаторы ставят перед собой важную цель – погрузить ребят в мир технических специальностей, развить логику, точное мышление и кругозор. По пути в Глухово организаторам автопробега удалось оценить все преимущества нового направления. Четвертое КПП позволило серьезно разгрузить временную составляющую. По расстоянию, конечно, примерно одинаковый маршрут получается по расстоянию. Но по времени четвертое КПП серьезно разгружает ситуацию. Мы оказались быстрее, проехав через четвертое КПП, оказались быстрее здесь, около школы. Добираться до ближайших населенных пунктов и Нижнего Новгорода саровчане смогут через 10 досмотровых площадок для автомобилей и 6 проходов для пешеходов. По предварительным оценкам, четвертое КПП может пропускать до 200 автомобилей в час. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Еще в июле городская администрация предложила объединить комбинат благоустройства и дорожно-эксплуатационное предприятие. Как тогда пояснила председатель Куми Людмила Тырсина, эта инициатива продиктована соображениями экономической целесообразности. Но, как это обычно и бывает, обещание перемен породило массу слухов и опасений. Что будет с коллективом? Все ли сохранят работу? Как быть тем, кого уволят? Слияние двух предприятий назначили на 1 ноября. И чем ближе становился этот день, тем сильнее нарастало напряжение. Чтобы прояснить все вопросы и успокоить людей, на минувшей неделе в КБУ прошла встреча, на которой выступили чиновники из городской администрации и директора обоих предприятий. Подробности в следующем сюжете. Оба предприятия – это городские коммунальные службы, направления работы которых неизбежно пересекаются. Благоустройство города – уборка территории, озеленение газонов и клумб. Однако специфика работы у каждого мупа своя. По словам директора комбината благоустройства Сурена-Авсипяна, слияние предприятий повлечет убытки. У нас разные режимы работы, разные экономические модели и вообще разные налоговые режимы. Около 6 миллионов, эти два, новое предприятие теряет доходы. Ради чего? Вот тоже непонятно коллективу. Дальше как нам жить? Главным в ситуации слияния двух предприятий остается кадровый вопрос. После того, как в КБУ узнали об объединении, больше 10 работников написали заявление об увольнении. Слияние мупов неизбежно породило слухи о сокращении. Штат комбината благоустройства – 65 человек. 13 из них после объединения могут потерять свои рабочие места. Часть людей из тех, кто планировался к сокращению, они будут устроены на нашем предприятии. Часть разосланы на запросы по остальным муниципальным предприятиям. То есть никто, никого в раздать не собирается. При этом по заработной плате уменьшения заработной платы не будет. Судьба помещений, КБУ и рабочих мест сотрудников уже определена. Инженерно-технические специалисты комбината переедут в ДЭП. Планируется, что озеленители и уборщики территории останутся на прежних местах. Питомник и теплицы на территории КБУ будут работать в прежнем режиме. А вся техника комбината благоустройства отправится в ДЭП. Когда нет прозрачности, открытости, понимания людей, и вот эти, витая все вот эти домыслы, кто говорит, вас снесут в территорию, кому-то нужно. Кто говорит, ваши помещения кому-то не нужны, вы не нужны, поэтому что-то делаете. Кто говорит, просто вашу деятельность просто отберут. Вот тоже вопрос. Люди боятся. Средний годовой финансовый оборот ДЭПа – 300 миллионов. Предприятиям приходится конкурировать с частными подрядчиками и зачастую МУПы теряют контракты на крупные суммы. Отсюда и миллионные убытки. В администрации считают, что объединенные предприятия будут более конкурентоспособным и разовые потери прибыли будут иметь меньше последствий. Оба предприятия работают в условиях конкурентной среды. Вот, значит, у ДЭПа большие объемы. Естественно, угрозы даже при больших объемах существуют. Выходы на этот конкурентный рынок каких-то организаций. Но условия больших объемов – это очень сложно. Поэтому, собственно говоря, устойчивость ДЭПа, она все-таки более серьезная в этом вопросе. Возможно, это и решение когда-то и будет правильно. Но все-таки пересмотреть, может быть, повременить это решение, обсудить, понять все за и против, все моменты, все-таки делать правильный анализ, правильную оценку и после этого уже принимать решение. Объединение предприятий должно произойти уже 1 ноября. До этого времени администрации ДЭПа предстоит решить частные вопросы работников комбината благоустройства в индивидуальном порядке. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Доехать до садоводческого общества «Союз» стало проще. Как сообщили в Департаменте городского хозяйства, по просьбе Саровчан на маршруте 5С увеличили число рейсов? Как изменилось восписание? Временно это мера или нет? И что нужно делать горожанам, которые готовы озвучить свои предложения по поводу работы общественного транспорта в Сарове, расскажем прямо сейчас. Синоптики утверждают, что до конца недели погода будет радовать нас теплом и солнцем. И можно смело говорить о том, что к нам пришло бабье лето. Особенно рады ему бабушки и дедушки. У них появилась возможность закончить все свои дела на огородах и в садах. Тем более, что в администрации приняли решение о создании дополнительных рейсов маршрута 5С, который едет до садоводческого товарищества «Союз». В рабочие дни введены два дополнительных рейса по данному маршруту. Отправление от автостанции «Тупиковая» в 9.45 и 14.10. Отправление из садоводческого общества «Союз» в 10.25 и 14.30. Дополнительные рейсы появятся и в выходные. От остановки «Тупиковая» автобус будет уезжать в 10 утра и в 5 вечера. Из «Союза» горожане смогут уехать в 10.40 и в половину шестого вечера. Главной причиной создания дополнительных рейсов стали многочисленные просьбы и обращения пенсионеров. А это значит, что повлиять на маршрутную сеть города может каждый. В департаменте городского хозяйства рассматриваются все поступившие обращения от граждан города Сарова. На основании этих обращений проводится обследование, анализ. Это соотносится с возможностями транспортных предприятий и муниципалитета. На основании этих данных принимается решение. Дополнительные рейсы маршрута 5С будут действовать только до 31 октября. Но могут стать и постоянными, если будут и дальше пользоваться спросом. Мария Рунич, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Учебники по истории Сарова скоро можно будет выпускать в новой редакции. Как говорят в книжной индустрии, издание дополненное и расширенное. Столичные археологи завершили раскопки на Монастерской площади. А это значит, что в обозримом будущем белых пятен в истории нашего города станет меньше. Что удалось найти ученым? Какие выводы уже можно сделать? И какая судьба ждет бусины, браслеты и другая обнаруженная утварь? Ответ на эти вопросы получили мои коллеги. Полевая стадия раскопок на месте храма живоносного источника завершена. Все культурные слои подняты на поверхность. Даже маленькие черепки глиняных горшков, деревянные обломки, ржавые гвозди сотрудники тщательно отмывают и готовят к дальнейшему исследованию. У нас получены очень богатые и интересные материалы, как по истории Саровского городища средневекового, 12-13 веков, так и значительная новая информация по истории монастыря и истории формирования храмового комплекса храма иконы живоносного источника. Специалисты утверждают, что бусины из полудрагоценных камней, накладки на пояса, браслеты и другие украшения мордовской знати, а также предметы быта говорят о том, что местные жители хорошо владели ювелирной техникой, а также успешно торговали с другими племенами. Население, которое проживало здесь более 800 лет назад, оно, конечно же, активно участвовало в международной торговле, и здесь была такая активная хозяйственная жизнь. Природные человеческие факторы сыграли свою роль в изменении внешнего вида найденных вещей. Не всегда виден орнамент, отломаны части изделий. В этом случае археологам помогают местные специалисты, что значительно облегчает дальнейшую исследовательскую работу. Есть предположение, что были обнаружены останки генерала от инфантерии Пулуэктова, благотворителя Саровской пустыни. Все артефакты будут исследованы специалистами. Вещи по возможности отреставрируют. Останки животных у людей будут проанализированы на предмет возраста и причины смерти. Примерно через год найденные на месте разрушенного храма вещи станут экспонатами Саровского краеведческого музея. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Его неповторимый голос, как будто говорит человек с прищепкой на носу, до сих пор ассоциируется с такими хитами 80-х и 90-х, как «Рэмбо. Крепкий орешек» паркерского периода. Наш город посетил радиоведущий, преподаватель и, конечно же, кинопереводчик Леонид Володарский. Леонид Вениаминович закончил Московский государственный институт иностранных языков по специальности переводчик-референт. Эта профессия позволила Леониду Володарскому освоить сразу три вида перевода – художественная литература, фильмы и синхронный перевод. Совмещать все эти направления оказалось крайне сложно, и в результате пришлось сделать выбор. Я решил, что лучше мне будет переводить фильмы, и я абсолютно не жалею. 97% фильмов всех, 95, до ровного счета, и это непечатно. Значит, 3% – это хорошая коммерция, и 2% – это шедевры. Значит, ты работаешь на трудовом поле, по большей части, вот этих 95%. Леониду Володарскому ближе американский вариант английского языка. Он предпочитает американскую классическую литературу. Ему близка американская разговорная речь и юмор. А самый ценный арсенал переводчика, на его взгляд, – это множество художественных приемов, с помощью которых можно передать смысл иностранного текста. Ну, это должно быть абсолютно по-русски. Например, очень часто английский диалог идет. Он сказал, he said, она сказала, но по-русски же они не могут все время сказал, сказал, сказал. Значит, он воскликнул. Да неужели усомнилась она? Леонид Володарский считает, что слагаемые успешного переводчика – это всего 15-20% способностей. Все остальное – это постоянный труд. Выписывать новые слова, как можно больше читать и учить. А идеальный способ овладения разговорной иностранной речью, по мнению известного российского переводчика, – это просмотр зарубежных фильмов в оригинальной озвучке. Леонид Володарский не решается поставить знак «равно» между понятиями переводчик и актер-дубляжа. Я думаю, и мне это не нравится, что когда я переводил фильм, в определенный момент я начинал играть. Вам это не нравится? Да. Мне это не нравится. Я считаю, что ты должен переводить нейтрально, ровно. Полную версию интервью с российским переводчиком, писателем и радиоведущим Леонидом Володарским смотрите в программе «Актуальное интервью» на канале «16». Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». 11 октября на космодроме «Байконур» произошло поистине историческое событие. При запуске ракеты-носителя «Союз» на 119-й секунде пилотируемого полета случилась авария. Свидетелями этого стали не только специалисты космодрома, но и сотни туристов. Среди них – саровчанка Анастасия Петрунина. По словам Анастасии Петруниной, день 11 октября на космодроме «Байконур» выдался безоблачный и очень солнечный. Как и все присутствующие, рано утром она поехала провожать экипаж к гостинице «Космонавт». Есть традиция провожать экипаж от гостиницы «Космонавт» под песню группы «Земля не трава у дома». Это все очень трогательно. Мы приехали где-то за час. Было очень холодно, но мы терпеливо стояли, ждали. Мы их ждали где-то час. И потом зазвучала эта песня, и они стали выходить из гостиницы. Но вы не представляете, как это было классно. Это было очень трогательно. Они прошли буквально, вот знаете, их можно было рукой потрогать. После этого группы туристов отвезли на площадку, специально оборудованную для наблюдений за стартом. Настроение у всех было волнительно восторженное. Ничего не предвещало беды. Космонавты заняли свои места в ракете, пошел обратный отсчет, и ракета начала медленно подниматься в небо. «Ракета, кстати, летит довольно медленно, то есть можно насладиться этим зрелищем. Реально слышишь урок от космодрома, там даже в некоторых моментах уши закладывал, как это было. И все радостные, все поздравляли друг друга, улыбались, ходили, погода была отличная». Радость была недолгой. Уже в автобусе по пути в гостиницу на смартфон одного из туристов пришло сообщение из Москвы о крушении корабля носителя на 119 секунде управляемого полета. Уже позже выяснилось, что экипаж жив и успешно приземлился в Казахской степи. «Мы, конечно, все были в шоке. Мы думали, первая мысль была, ну, может быть, это все-таки в рамках штатных ситуаций, что, может быть, им это все-таки не помешает выйти на орбиту. Но у нас в группе был человек, который занимался этим профессионально, то есть он работал на производстве тоже, и он сразу сказал, что нет, это аварийная ситуация, что экипаж уже, скорее всего, летит обратно на Землю». Через 10 минут эту информацию подтвердили официальные источники. Вспоминая свои ощущения, Анастасия призналась, что тогда испытала ужас, но спустя несколько дней она осознала, что присутствовала при историческом событии. Последнее подобное происшествие случилось на Байконуре в далеких 80-х годах. Кирилл Васильев, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Неформатное, честное, проверенное временем. Именно так отзываются о музыке этого исполнителя. В Саровском драмтеатре прошел концерт заслуженного артиста России Евгения Дятлова. Концертная программа длилась около трех часов. За это время соровчане смогли насладиться городскими романсами, русскими народными песнями и композициями из кинофильмов. Романсы 19 века, песни военных лет и песни из кинофильмов 20-го столетия. Композиции известны и услышаны впервые. Репертуары Евгения Дятлова составляют песни популярных в советское время поэтов-песенников и композиторов. Леонида Утесова, Булата Куджава, Арноба Баджаняна и Юрия Висбора. Я пою только то, что реально мне очень нравится и что я могу исполнить с каким-то своим качеством. Львяную долю репертуара Евгения Дятлова занимают песни из фильмов советского кинематографа. «Земля Санникова», «18 из мгновений весны», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев» и многих других. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кубик, я не покрыл вас. Евгений Дятлов считает, что песни в кино добавляют фильму колорита и души. Как признался артист, исполняя известную песню из фильма, он старается вложить в нее свое восприятие героя и киноленты. Я как бы немножко по-своему это проживаю. Или у меня какое-то внутри отношение к этому фильму, я это отношение вкладываю в пение. Несколько там по-своему все-таки. Неповторимая камерная манера исполнения песен и романсов не оставила равнодушными зрителей. Каждая песня сопровождалась бурными аплодисментами. Свои эмоции, впечатления и признательность поклонники высказали певцу после концертной программы. Просто восторг от совершенно замечательного артиста, исполнителя, от его песен. Замечательное выступление, очень понравились песни из кинофильмов. Но все равно в каждой песне был Евгений Дятлов. Его такая заразительная энергетика, такое какое-то жизнеутверждающее настроение он вселяет. После концерта Евгений пообщался с поклонниками своего творчества. Несколько минут хватило на то, чтобы подписать буклеты и диски, сделать совместные фотографии и выслушать слова благодарности от зрителей. Рядом с музеем автомототехники торгового парка СС появилась якорная мина и якорь с корабля атомной подводной лодки. Два этих уникальных экспоната в наш город привезли из Подмосковья и с берегов Белого моря. Весит мина более 600 килограммов. Якорь порядка двух тонн. Увидеть новые экспонаты в Саровчане могут благодаря активистам общественной организации ветеранов военно-морского флота. Якорная гальвано-ударная мина поступила на вооружение российского флота в 1908 году. Спустя 30 лет её модернизировали. В годы войны взрывное устройство успешно применяли для поражения подводных лодок, кораблей и судов противника. Сегодня мину этого образца уже не используют, но у саровчан есть уникальная возможность увидеть её собственными глазами. Эту мину мы достали даже не просто у моряков, а морских связистов, которые базируются в Подмосковье. У них были интересные предметы, вот такие как мины, якорь, которые остались их по наследству. Мы не прошли это стороной, поэтому я с удовольствием попросил, сказал, что зачем вам две мины, не могли бы вы нам одну подарить. Ещё одним уникальным экспонатом музея стал якорь с атомной подводной лодки 661-го проекта «Анчар». В народе её называют «золотой рыбкой». Это первая и самая дорогая подводная лодка 60-х годов XX века, изготовленная из титана. В 69-м году её спустили на воду, и в 71-м году она прибыла на Северный флот для прохождения службы. И в это время, 18 декабря, был установлен мировой рекорд по скорости подводного положения. То есть лодка погрузилась в глубину 100 метров, и на 100% мощности реактора лодка развила скорость 44,83 узла. В 2008 году лодку разобрали по частям. На протяжении 10 лет якорь находился в Северодвинске, а уже сегодня он часть Саровского музея военно-морского флота. Увидеть уникальные экспонаты сравчане могут рядом с музеем автомототехники торгового парка «СС» на Димитрово. В Сарове стартовал открытый кубок города по волейболу. В этом году турнир будет проходить по классической кубковой системе. В первые игровые дни в спортивном зале стадиона «Икар» встретились команды преподавателей и сотрудников внеев. Затем, как проходила встреча, наблюдала наша съемочная группа. Травма одного из игроков команды департамента образования в самом начале первого игрового отрезка задала тон всей встречи. Учителям пришлось принять роль догоняющих. Как признался капитан команды Олег Андреевичков, проигрыш не позволит им дальше бороться за кубок. Но со своими соперниками они уже не один раз встречались и даже выигрывали у них. Поэтому шансы на победу есть. Они тоже знают нас достаточно хорошо и знают, как с нами бороться. Ну, силы равные, по большому счету. Кто будет более умелым? Профессиональных спортсменов нет и в команде «Старт». Ее костяк составляют работники завода внеев. Волейболом занимаются в свободное время. Правда, многолетний опыт и сыгранность команды позволяет им успешно выступать уже не первый год. На этом турнире мужчины поставили себе цель попасть в призеры. Если честно, мы держимся в середине. Ну, планы в троечке быть. Я не говорю пока про первое место. Может быть, на первое место еще команда не готова. Но в тройке, в тройке, я думаю, должно быть. По регламенту соревнования победителем в матче будет та команда, у которой будет три победы из пяти партий. Игра у старта задалась. Первые два игровых отрезка успешно выиграны. Но дальше команда департамента образования начала действовать более активно. Правда, к такому повороту событий заводчане были готовы. Мы тренируемся же все вместе. Залов не слишком много, чтобы наигрывать секреты, скажем так. Поэтому все друг про друга все знают. Уступив в двух партиях, команда «Старт» в последнем игровом отрезке все же смогла проявить все свое мастерство и одолеть преподавателей физкультуры. 3-2 и «Старт» продолжает свое движение к кубку. Смогут ли они подняться на первое место? Узнаем совсем скоро. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. До встречи через неделю. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова